27 января отмечается Всемирный день памяти жертв Холокоста. Кто слышал о таком? Нам нужно осмыслить то, что там происходило, для того, чтобы в будущем не допустить такого. В нашем народе, на нашей земле и прежде всего в наших сердцах. Вопрос, куда уходит вера? Так много людей сегодня отказались от Бога. И безбожная философия достигает мир и каждого из нас. Если человек — это животное, нас постигает уничтожение. Теория эволюции получила поколение атеизма и, как результат, две мировых войны. Разве способен человек на такое, только если стерты понятия и границы? Холокост проявил весь трагизм атеизма и философии эволюции. На иврите это слово означает «шоа», что значит «катастрофа». По-гречески это означает «жертвоприношение с помощью огня». После этих событий более третьей части населения было потеряно и не восстановлено до сих пор. Отрицание Холокоста даже частично считается уголовным преступлением в 17 странах мира, в том числе в Германии и в Австрии. Одна из первых крупных трагедий произошла в Бабьем Яре, на территории Киева, где за несколько дней было уничтожено 33 771 человек. Гитлер, вдохновленный идеями Фридриха Ницше о суперлюдях, о супернациях, о превосходстве, принес жертву более 8,5 миллионов человек. Пусть ко всем нам, дорогие, вернется достоинство и уважение к друг другу, умение сострадать и поддерживать, не делить мир на своих и на чужих. Пусть в наши сердца вернется вера и почтение библейских заповедей. И будет добрая память о событиях, которые никогда не должны происходить, если мы люди.